здорово всем пацаны типа затея была какая денщик на форестере якобы бачком залетает в кадр но еще обкатка не пройдена проехал примерно 500 километров она до 1000 так что потихоньку аккуратненько стабилизация была не отключена и что мы будем делать конечно заниматься форестером поскорее надо добу на обкатку пройти ну и не тратить время у нас зимний проект а зима уже половина уже прошла так что немедленно пацаны самое основное самое интересное в этой серии мы будем менять зеркала во-первых я недавно заезжаю в гараж не батя грит сверни лопухи для такой ща батя их свернул ну максимальная комплектация панорама кожаные сиденья кнопочка старт стоп на полном фарше машина пойдем так я такой point так как у меня тут на форестере зеркала тут у меня ничего нету наверно здесь вот где регулировка и видите здесь вот такая кнопка на как заглушка затычка вот я сворачивание зеркал нету на максимальной комплектации и это довольно таки печальный момент потом второй фактор я его так начал так у меня он тоже что не сворачивается ну зеркала я сворачиваю примерно раз в год не это по сути опция нахер и не нужна знаете почему их вопухи называют и знаешь они вопухи почему вопуху вообще я тоже думаю почему вопух а потом подумал или эти подписчики сюда вот просто в поисковик вопух вот вопух видишь более убожественного более стрёмных зеркал я не встречал на тачке кому-то нравится они здоровенные просто дура когда на скорости едешь он немножко там что-то издает какие-то звуки выглядит просто ну беспонтово у нас какая задача во первых ну что пацанская тачка была чтобы грозная спортивная молодежная но это вот реально вопух у меня я начал уже штудировать интернет что можно поставить есть от рестайлинга есть хорошие варианты но они от права рукой машины и возможно будет немножко потом колхозить но некоторые отставят ничего не изменяя потому что мы когда сядем а руль то с другой стороны и обзорность может быть не очень хорошая ну поживем увидим я уже купил два зеркала с японской контрактной машины с маленьким пробегом здесь еще есть складывание уже электро здесь есть подогрев в этих зеркал нету подогрева и здесь ну регулировка полностью фарш электро ну и что самое прикольное это поворотник еще что самое прикольное он меньше размеров более спортивный более стильный если подойти посмотреть либо вот эта дура беспонтовая во-первых поворотничек ну свой шарм какой-то делает и он уже по размеру намного круче за два полностью зеркала я дал 20000 рублей плюс купил фишки потому что тут 7 контактные у меня здесь 5 контактные купил уже кнопку она кнопка стоит 800 рублей и у нас самая основная задача во первых примерить поставить будет на во вторых по электрике вы сами должны понимать это надо на поворотник тянуть скорее всего чтобы у нас поворотники были делать обогрев чтобы у нас все работало в общем поедем к вове к электрику это первая наша задача поставить зеркала но они тут немножко коцаны я думаю вы уже заметили в последующих сериях мы будем красить обвеса много много чего интересного и вот это вот накладочку мы тоже потом покрасим задача номер два по электрике у меня здесь есть вестовские туманки ведь его до веста туманочки опять лет ну на инфинити покупал лет туманки там были от nissana все болт в болт подошло но на subaru таких сожалению не производят еще наши умельцы придумали на этот кузов на sh вот этот вот сделали на 3d print или что ну то ты и сами изготовили вот этот корпус а вот это сама туманочка с весты мне только придется поменять этот разъем потому что здесь аж 16 а на форике по моему аж 11 ну разные разъема нет разем надо будет переделать а так вот она все идеально подходит тоже все в штатные места ну и тут уже 7 линз светит они офигенно ну а что сейчас как они у меня выглядят пойдемте посмотрим желтый опять невыразительный стремный свет плюс у меня ксенон вот эта фара на кочках отхлебывает то работает то не работает и давай сейчас на улице светло вы наверно ничего не заметите но когда я включаю ксенончик они разным оттенком это о чем говорит что у владельца предыдущего когда перегорела лампочка он заменил одну а надо менять обе потому что разный нокау но это не очень хорошо мы же делаем как-никак стиль также плюс подсветка заднего номера но вы сами поняли две лампочки ксеноновых туманочки чтобы все по фен-шую было и третья наша задача у электрика опять же покупал тачку с двумя такими оригинальными ключами автозапуска ничего нету на улице сейчас минус 30 градусов я не знаю как без автозапуска жить во-первых прогревы во вторых опять безопасность хоть эту тачку я думаю вряд ли кто-то угонять будет но сидела сразу ставить нормальную ту же самую сигнализацию что мы ставили на финика будем ставить и сюда это примерно 33 тысячи рублей там все будет gsm gps приложение с телефона я буду управлять но много чего интересного так что примерно вот такие вот задачи но самое основное хочу поставить зеркала я вот на него смотрю на это чудовище когда он будет на обвесах когда он будет такой на фаршированный и вот эти вот реально вопухи нахер она надо так что пацаны подводочка получилось вот такая вот надо быстрее приступать к работам так что лес гол с момента капиталки мотора я проехал примерно 500 километров до это не густо но хотя я на этой машине постоянно езжу у меня она практически как основная сейчас используется в магазин на тренировку по каким-то делам все на фореке чтобы побольше пробег наматывать но не густо 500 километров надо хотя бы тысячу проехать так что стараемся у меня вот такой вот вид видите наркоманы просто вечером подошли грят абрам выбирай либо деньги либо вот пластик вот этот я груда забирайте пластик как бы это деньги самому нужны вот придется вот так вот поездить едем уже в магазин где продают музыку лампочки и будем закупаться сразу и на форик и на финик ксеноновые лампы всякие приколюхи так что погнали 4 воды хорошая тема все-таки у форик а вот даже сейчас встаю в горочку да и колеса никогда не прокручиваются потому что постоянный полный привод всегда у subaru но это нормальная тема вот так вот коп первую смотрите вот такими движениями вот у такими оп видите как ладошка работает не пальчиками а вот ладошка вот так оп запоминаете 1 до там вот какой-то мужичек смотрит на мяскость табрами тачоку пушка поехала я на а кпп езжу вообще дешечку воткнул так маршадес ты чё фальстарт хочешь сделать тут как-никак у нас гонка века намечается плода со мной никто не гоняется я на обкатке но это мне не мешало раз два три замечательно припарковался на внедорожники возможно вы подумали я в автозапчасти надвигаюсь выдвигаюсь еду шагаю но нет это знаете от мажорное место мерседес бмв понокупает себе ну там типа немецких тачек но мы-то пацаны нормальные как бы gdm все дела turbo японская тачка не ломается которая так что мы по скромненькому вот в этот рыжий павильон взял с собой туманочки а-ля приора а-ля веста а-ля не пойми чё и нам надо подобрать переходник потому что фишка тут другая первая задача купить для инфинити ксеноновые лампочки чтобы они уже были по цвету как у туманок такие 6000 кельвинов примерно чтобы с голубизны были немножко не желтые пацаны там сейчас мы стрячат плюс-минус попробуем запустить посмотреть как она горит она также разгорается не но она прям видно что она такая но ну и явно не желтая как у меня сейчас стоят но мы сейчас ослепнем да пойдете и год гарантия будет на лампочку какая ситуация какие ценники на данный момент смотрите взял я мтф фирма это фирменные корейские лампы как мне сказали что они в салонах на новые тачки некоторые у дилеры ставят мтф в общем фирма не из дешевых не китайская где которые можно было подешевле взять и на них почему я берут в автозарте них год гарантия не дай бог что случится в течение года поменяют на новое и они отличаются d2s и d2 разные одни идут под линзу другую без линзы это на форестра на инфинити по стоимости вышел за четыре штуки с хорошей скидкой 6456 и на инфинити я хотел сам заменить думаю ну что там сложно лампочку ты уже могу сам заменить пацаны год блин это не так то просто во первых и руками брать нельзя чтобы она не сгорела во вторых горит в линзу у меня же там в инфинити линзовая не так то просто и и типа засовывать ну там помучиться придется но пацаны это киньтесь и сам даже лампочку заменить и смогу хотя бы попробую сейчас едем до гаража в инфинити спойнк спойнк сравниваем как горят но она форик уже уловые заменим мы сегодня к нему поедем там и сигнашку ставите много много всего там уже по факту вместе с туман очками все дело и поставим я уже в гараже две лампочки в гараже финик в гараже и что мы будем делать менять ксенончик 5000 кельвинов хотел 6000 купить мне все-таки сказали 5 будет лучше а по заводу здесь 4200 кельвинов типа это желтый свет этот уже ближе к белому а 6000 кельвинов то ближе голубому так что обучающий контент как не как как мастер электрик 6 разряда будет справляться с этой задачей погнали напомню кто не смотрел прошлую серию мы поставили в туманки лет круто все светит но если сравнивать уже с ксеноном уже желтит немножко и на картинке желтит и светит не так ярко но и по тону бьется не очень красиво так что попробуем поменять в этих линзах лампочки ну и вот так вот вы можете смотреть туманки да насколько ярче и ксенон еле какой-то тусклый посмотрим что у нас изменится хоть и бы все легко должно быть но вот надо сейчас защиту вот эту вот резиновую всю снять резиночки снять получается о рука уже вроде как должна сюда подлезть но посмотрим получится получится не получится доволю поеду для этого нам понадобится профессиональный инструмент отвертка витико дэнчика играть почему абрам ты не делаешь ремонт ну куда бля куда с такой отвертка делать ремонт поруки я по своим осуру пассатижи смотрите их просто перекосаеби во все вы на них посмотрите ну какой ремонт и что же нам понадобится каждом деле должна быть тактика ты тактика снимаем вот эти херни отверткой хуёвая тактика потому что это не вывозит все у вас была какая-то тактика самого начала вы придерживались самого начала у меня была какая-то тактика и я ее придерживаться нашел в гараже вот такие две хреновины но они метод ошибка не помогают их оказывается вот этих клипс намного больше чем я предполагал и вы меня спасаете постоянно абрама почему-то сам не ремонтируешь тачки вы смотрите вот замена одной лампочки ну допустим 100 рублей до 200 рублей сейчас допустим пятница вечер я уже дофига там сегодня что сделал какие дела контентом запчасти нашел ну я уже подсуетился и уже немножечко подустал и смотрите у меня есть два варианта заехать к вове отдать 150 200 рублей за одну лампочку за замену и он уже профессиональным инструментом профессиональным знанием поменяет мне его за три минуты либо мне в пятницу вечером вот этой хередыргиной приходится заниматься а я могу уже в конту бы сидеть играть и вот как вы думаете так чтобы сделать бы infinity лампочку заменить или пойти в конту чуть-чуть поиграть конечно же лампочку в инфинити поменять ну ничего вот она это херободина руку куда сувать вот сюда типа блять защелка это вонючая опа иди сюда батя в здании пришел электрик сумасшедший там такие фигули на их надо нащупать типа ну видите как она в конвульсиях бьется он думает бля абрам ты же месяц сломаешь а мог 150 рублей отдать и всем было бы от этого лучше только вы понимаете надо доказать что денчик мужик может лампочку сам поменять не просто не лох о чё я сделал о о пацаны там что-то интересное происходит жалко я не вижу похоже блять что-то оторвал уже для нас летела пацаны там что-то вылазит вот она вот она дело в шляпе как говорится надо поменять лампочку не брать ее руками с руками 8 она сгорит и как-то умудрится назад ее засунуть заебал от и батаре бляй куда тебя совать вообще ничего не вижу ну так пацаны красивы поняли вот зад задний ход все то же самое что было нам надо проделать с точностью да наоборот залетай давай бля там же усики вот эти еще железные которые я не вижу куда их пихает блять просто тупо лампочку поменять просто лампочку поменять если и вставлю каким-то образом если вставлю ночью гореть не будет потому что уже 50 трассе рукой задену но собраться вы готовы узреть это зрелище одно я с горем пополам засунул не знаю как вам будет видно но уже оттенок поприятнее вот это мы заменили это осталось мне кажется она все таки идеально не стреляет все равно но стало намного лучше уже по сравнению стой все-таки мне кажется 6000 получше бы смотрелось но да ладно уже купили уже взяли на носе на стене смотреть то примерно то же самое получается по оттенку туманки все-таки вупят мама не горюй офигенно как ну все сейчас вторую меняем чпунг-чпунг и готово так что вторую он уже точно не буду показывать этот матерился как я ее вставлял ну нахрен а теперь информация для тех кто также часто покупает тачки как и я аукцион карпрайс это проверенный инструмент для выкупа автомобилей с пробегом чтобы выгодно покупать автомобили которых нету на досках объявлений используя карпрайс ты получишь доступ к фишкам которые помогут тебе выгодно выкупить автомобиль и поднять бабла на перепродаже автомобиля а именно более 300 уникальных машин с пробегом со всей россии каждый день с доставкой в твой регион аукционы с автомобилями из корпоративных автопарков и лизинговых компаний закрытые аукционы для профессиональных продавцов авто машины от собственника по цене который предлагаешь ты чтобы оценить все нищики от использования карпрайсом регистрируйся по ссылке в описании при звонке от техподдержки говори что ты перекуп и будешь использовать как пасть два месяца бесплатно не тупи это отличный способ заработать ну и при дневном освещении вот так сейчас выглядят туманочки вместе с ксеноновым ближним светом стало намного лучше белый свет белые туманочки вид теперь уже отпадный ну а теперь настало время флорика ради чего собственно все это и затевалась зеркала тоже туманки сигнализация так что берем машину и направляемся к автоэлитам просто непосредственно сегодня тут нельзя не пристегнулся это просто самый наверное термоядерный звук который я когда-то либо слышал если времени пристегнул это жесть я всегда стараюсь постараться стегиваться но они такую блюдскую сделали мелодию все мы приехали в бог 167 все знаете volvo перво степенная задача сразу начинаем ковырять зеркала самые стрёмные которые только можно было придумать это сигнал у форестера из зеркала так что сразу чпонько чпонько и стараемся разобраться с электрикой а потом свет задние подсветка номера я думал показать вам да как вы что-нибудь видите там да капитан или нет абрам у меня ее вообще нету подсветки номера все будем ледовская ставить все по красоте ну и сигнализация конечно же в минус 30 мне пригодится чтобы у вас turbo таймером тачку заглушил и она еще две минуты молотит турбинка остывает в общем задач много загоняем машину и ремонтируем придется наращивать какие-то провода да ну либо подогрев либо поворотник по любому отсюда еще механизм складывания тоже два провода хотя мы с чего начнем да еще самое сложное зеркал зеркал ну и сейчас из строя да посмотрим сегодня нам хватает там да потом посмотри здесь мне кажется если все грамотно сделано ну они ставят на это же не первое на поток уже поставили мне кажется такая рядовая но сняли дверную карту оказывается по проводке у нас нюансы конечно же будут потому что у меня нифига не было завода и нашего кто получается 7 контактов до которая приходит сюда приходит 7 контактов то есть соответственно у нас есть регулировка зеркал так как отсутствует поворотник тут либо есть подогрев уже провода выведены и скорее всего механизм складывания здесь у нас пять контактов на зеркале а чё тебя подогрев же работал получается не знаю не поворотники но вообще должно быть это тут либо подогрев у нас уже идет он будет за параллельно за задние стекла там завода вот механизма нет ну как бы работы будет поменьше так как уже 7 проводов есть осталось только два нам протянуть посмотрим сейчас на выключатель вот то что тут но . отсутствует механизм складывания но возможно там провода есть и мы сейчас просто перед таким штекер втыкаем новые зеркала и уже этот элемент работает и нам останется наверно только поворотники подключить уже косу свои будем по сути нам не хватает два контакта в зеркала 5 здесь 7 в новом зеркале 9 мы вам так то сделаем и надо сначала найти дальше за контакт да я сейчас хочу прозвонить вот как раз тут все рядышком у меня свой диск и начали сейчас посмотрим если подогрев если механизм складывания и уже ну скорее всего да потому что раз рестайл отличался именно поворотником то я думаю вот эти все проводов есть только поворотник запитания они сказали все болт он должно быть типа это рестайлинг это будет стали он даже с вами клипсу положились разбора потому что этот ломается уже двадцать тысяч могли клипсу положить донеса интегресс они тепла намного вообще меньше блин они на право битва всем бомба даже даже просто она не крашеная что ее потом покрасим будет красиво ну блин либо вот это вытянутая чуть посты но она более спортивно да это более молодежно то реально какая-то клопуху ты и живопух называют ну да я думаю почему вопуха у меня теперь после вот этого я уже понял она вот вопуху реально вот сейчас должно включать вот если да и все то есть зеркала не подогревались лампочку просто надо на напряжение да вот они одновременно работали с задним стеклом но это уже хорошо осталось там поворотники и складывание да 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 складывание в косе вот в дверной есть а вот на кнопке уже нет скорее всего будем вот сейчас найду стык дверной косы и там туда будем два пина закидывать а поворотники ну вообще вот наверно не тут наверно верхней тебе надо засунуть туда да вот это куда засунуть вот этим открывает вот это это а я понял видно короче все хорошо мне это уже радует о сильного мне кажется подрегулируются ну не все хорошо в принципе она она ска регулировать будет у нас плавно будет сейчас шаг большое все вижу хорошо вижу отлично следующей серии у нас будет интересно изменения по салону а моя задача снять subaru снять просто но у нас будет на этой тачке антихром так что заранее снимаем но вы увидите как это будет выглядеть только в следующей серии если я конечно чем-нибудь не поврежу и не сломаю там допустим буковку с а вероятно что я сломаю очень велико надо на леска так аккуратно то делаю но все нормально как по маслу чтобы грамотно подсоединить зеркала пришлось уже под раскидать машину вова прозванивает где что находится но в общем уже на верном пути да вот но да здесь схема ну такая скажем достаточно стандартная более того в данной машине комплектации скажем так двери короче у них идут уже с проводками для складывания зеркал подогрева и регулировки поэтому в эту косу мы добавили только один провод на поворотник потому что в этой комплектации не было я подобрал про специально пин на старой колодочке воткнул все вот он как родной и потянул штатный жгут сюда здесь теперь надо было доработать косу уже самой машины здесь в этих пинах тоже ничего не было видно я наращивал своих живут подключаться получается два провода у нас идут на механизм складывания зеркал с новой кнопкой у нас была новая фишка ее же сюда вставили добавилось вот два новых провода все ну и соответственно такую же косу мы будем тянуть в дверь здесь воле случая вообще повезло мне конечно я все на всякий случай прозвонил тем не менее фишку мы поменяли но вышло зеркал здесь все провода саппали по цветам по цветам еще не дам гасили ну это мне чисто фортанул на самом деле на это рассчитывать нельзя но не менее здесь получился именно так по сути у нас никакого колхоза да во все штатные места штатные места будет да то есть небольшая доработка при этом вот прям коса можно смело менять снимать дверь если будет такая необходимость будет то есть не надо ничего отрезать и так далее здесь тоже сейчас все прозвонил проверю остается последний там штришки сейчас хочу посмотреть на подогрев подогрев у нас штатно он запараллелен за задний обогрев заднего стекла да по идее так вот он идет вот сюда должен приходить что меня еще радует вова говорит что машина детственно не тронута даже вот мы дверные карты сняли тут не тронута все под капотном пространстве все так по заводу вот у нас уже напряжение пошло за обогрев но такие маленькие штрихи остались самое главное что разобрались куда что идет ну и сейчас посмотрим как будет мигать поворотник сейчас проверяем все здесь у нас напряжение пошло да прикольно кайф я думал все таки что будет намного сложнее как то появится что здесь много времени потратил это не дело не пяти минут там много если допустим тут захочет просто поменять без поворотника вообще элементарная операция то есть просто покупаете зеркало втыкаете штекер и два провода доводите вообще элементарная операция нас поворотником чуть-чуть повозиться до приходится так ну теперь что надо проверить регулировку не намекаться тут только ради поворотника стоит поменять что он и вида дает и практично прикольно да распиновка полностью совпадает если кто-то будет делать сам и перепутать провода именно на регулировке вообще ничего страшного самое страшное что произойдет она просто будет поворачиваться куда попал но дальше не проверял складывание пошла вот я все теперь у меня уже официально максимальная комплектация то такая комплекту х и зеркала не складывались кайф зеркалами у нас все покончено занимаемся автосветом ближний свет фарксинон туманочки здесь у нас окантовка туманок тоже к это хромированная с красивую и снимем сделаем тоже антихром но самое главное нам разобраться как она снимается ски все это все дело снизу ну и подцепить грамотно и будем проверять так же с одной стороны все сделаем с другой стороны не будем делать мы посмотрим разницу а вот это надо было клипсу это просто направляющих да и мы сейчас ставить не будем я тоже антихром сделала с этой это же о чем гасили антихром члены твой лайк не все и мы эти марика миску blue камазан крис пихо андовы миски чесарные голоса без фрейм baby грана и на фрешми дескли на сахалу и сейчас сам мига странного стивили на пропасть и витеке на тэнэст да все четко просто шикардос и вид шикарный и светит шикарно разгоревший обычная лампочка ну а так я полярность перепутал все педа струкли загорелась со второй будет то же самая процедура но потом вы конечно посмотрите как будет выглядеть понятно горит две лампочки 40 минут ну а теперь следующим этапом осталось установить сигнализацию сам процесс опять же не будем показывать по компонентам все то же самое е96 в 2 до 1 6 2 комплектуем ее двумя метками к ним привяжем противогонку и укомплектуемый gsm gps модулем чтобы управлять с телефоном и соответственно свежего дела с машина и нас будет турботаймер да вот может нам все тут здесь будет а все настройки турботаймер вся актовая информация будет приложение ну да там все есть такая вот коробочка кому интересно в принципе ничего нового на финики все работает все устраивается решил сюда то же самое ставить как все соберем покажем прошло два дня с момента того как я заехал сюда работа была проделана огромная сейчас мы на моменте регистрации чтобы у меня работало приложение открыт закрыт зарегистрировали систему мы финальные страхи и сейчас будем тестировать по прошествии двух дней забрал наконец-то эту тачку за саму работу за сигнализацию со всеми плюшками приколюхами там gsm модулем вышла 43 тысячи 400 рублей сейчас мой салон выглядит вот так вот но немножко вам спали но это уже следующая серия но будет интересно вы пока можете оставить комментарии как вы думаете почему у меня вот такой вот творческий беспорядок ну и сейчас выйдем с машины покажу что мы еще в этой серии будем делать а чтобы не выйти с машины так 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 бля так бля выпущите пожалуйста меня может быть эту так а эту так о все разобрался сейчас заедем в гараж вот эти надписи сниму вот эти надписи сниму будет антихом но также ездить пока не буду их любом случае надо снимать плюс я спрашивал насчет ветровиков типа нужны не нужны на этой машине потому что с одной стороны они у меня уже здесь отошли видите как они слегка снимутся и где-то 50 на мнения разделились вот агриды наставляя они типа симпатично смотрятся видите такие черные форестер но у меня будут обвесы будет тонировка и я сейчас то не хочу в любом случае их снимать чтобы нормально наклеить я их сниму но клеить не буду посмотрим как дальше будет если вы мне скажете дэнда с ветровиками было лучше я скажу да нет ребята лучше нее не было поставить мы всегда успеем так что в гараж едем снимаем это все дело и потом заедем на моечку потому что тачка грязная некрасивая ну и покажу вам сигнализацию как она работает и посмотрим ксенончик с туманками с новыми ну все а все лишние чепухи я избавился сейчас едем на мойку потому что тачка вся вот такой вот перхоти она грязная и как помоем тачку уже буду показывать и рассказывать то что у нас получилось тачка на мойке химия аппаратирка 500 рублей ну и вот такой вот крутой вид у нас получился с зеркалами с ксеноном с новыми туманками и без ветровиков как вы понимаете это только самое начало видо изменения машины как она будет выглядеть но мне уже нравится ее внешний вид смотришь на нее уже совсем как будто другая тачка впереди еще обвес это тренировка в круг крутые диски крутой выхлоп решетка радиатора с кресло будет тоже другая полностью антихром будет балдежный вид здесь мы не поставили пока колечко не уже уехали на антихром туманки просто зверь ну вид смотрите какой но просто бешеный по зеркалам зеркала скоро уедут тоже на покраску вместе с обвесами потому что вот здесь нюансы да вот есть вот здесь вот нюансы вот этому тоже часть будем красить в общем вид будет огонь ветровики и назад точно ставить не буду посмотрел как это дело выглядит без ветровиков ну просто сейчас же кайф а представляете тонировочка когда будет уже такая ядреная нафиг они мне нужны эти ветровики все-таки мы же делаем операция антидет молодежную тачку эта тачка была максимально не молодежная ветровиков здесь точно уже не будет что касается зеркал но блин посмотрите внешний вид я просто это другая машина мелочь давать зеркала либо тот вопушара был либо этот офигенный какой с поворотником все подсоединили все четко работает меня пугали что возможно будет плохая обзорность потому что они с правого руля но пацаны не пришлось ничего колхозить все подсоединили и обзорность офигенная не знаю как вам видно вот отсюда вот смотрите тут я офигенно все вижу тут я очень офигенно все вижу все четко встала но также у нас конечно уже появилась кнопочка видите складывание зеркал пункт 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 все работает также конечно регулировка подогрев все по кайфу так что пацаны дальше интереснее обязательно подписывайтесь если вы не подписаны обязательно пишите комментарии предлагайте свои идеи я все комментарии читаю анализирую и будем воплощать ну и не пропускайте следующих сериях потому что нас ждет преображение по салону насколько вы поняли ну и внеска так что до скорых встреч всем спасибо всех обнял всем пока